Одна погибшая планета у нас уже есть. Если и сейчас, облажаемся. А если нет? Твою жизнь. У нас огромная потеря. Возможно, заражение. Мятежники у нас на пороге. Если не они уберут нас, то планета точна. Помоги мне! Это просто какой-то долганный ад на огне! Еще какой! Ох, как я соскучился по всему этому делу! Скучал по мне? Мы знакомы? Outriders очень сложно назвать какой-то великой, прямо шедевральной игрой. Но, тем не менее, и плохой назвать ее лично. У меня язык не поворачивается. Ведь это новый проект People Can Fly. Польская студия, которая подарила нам когда-то Painkiller, чуть позже великолепный Bulletstorm, еще чуть позже менее великолепный Gears of War Judgment. И в последние годы не очень было понятно, чем они занимались. А вот оказалось, что делаю свой масштабный проект, который находится на стыке самых-самых разных игр. Добро пожаловать в долину смерти! С возвращения! Когда начинаешь играть в Outriders, сразу неожиданно ловишься на мысли, что это отдает масс-эффектам. А по геймплею напоминает, в общем-то, Gears of War, только в спряжке с Destiny. И все это само по себе звучит как какой-то безумный коктейль, которым, собственно, игра и является. Как же! Здесь все будет супер! Все еще ставишь на черное? И вот, казалось бы, игра, ну, не идеальна. По сюжету и по механикам напоминает, в общем, сборную солянку из всего подряд. Но почему-то именно вот эта безумная смесь, именно вот это сочетание, на первый взгляд, казалось бы, несочетаемых вещей, и дает какое-то свое особое ощущение Outriders. Кому-то, может, не понравится, а кто-то, я уверен, будет играть в нее взахлеб. В Outriders лично меня очень подкупать старания авторов. Вот видно, что они много не умеют, много не получается, кое-что выходит отлично и виден предыдущий опыт. И все вместе все равно это отдает таким вот стараниям. По сюжету игра напоминает B-Movie, знаете, хороший B-Movie такой, когда видно, что у авторов не было, типа, много денег, много опыта, но они старались, старались рассказать свою историю. И история эта, опять же, напоминает много чего еще, но при этом со своими какими-то твистами, со своими интересными поворотами. Капсула-1, говорит Флорес, разрешаю спуск на поверхность. Итак, будущее на Земле, в общем-то, творится постапокалипсис, и человечество объединяется с тем, чтобы из последних сил построить два гигантских корабля и отправить их к планете, к обитаемой планете Инах. При этом практически сразу все идет не так. Тот корабль, который предполагал, что будет забит под завязку учеными, самыми светлыми умами Земли, он взрывается при зажигании. А выживает, и он получше добирается до планеты, корабль, ну, не с отбросами, ну, так скажем, не с самыми умными людьми и с такой brute force, то есть грубой силой наемниками, бывшими военными и прочими, кого, в общем-то, собрали, чтобы эти светлыми умы охранять. Ты знаешь, чем мы рискуем. Флорес уже наполовину разобрали, двигатель будет питать город на полмиллиона жителей. Если у первопроходцев что-то получится, сразу докладывай мне. Сэр, я просто слежу за порядком проведения... Здесь не земля, Шира. Здесь нет никакого порядка. Внимание, первопроходцы! Я знаю, о чем вы думаете. Назад пути нет, и никто не знает, что нас ждет впереди. Но заковские головастики не одобрят посадку, пока мы не найдем их зонды. Так что за работу! Я вот вообще ничего не узнавал про Утрайдерс, не смотрел трейлеры, и вообще проект до демки меня практически не интересовал. И мне лично было очень приятно увидеть в игре классную экспозицию. То есть она начинается с того, что мы пребываем на планету, высаживаемся вот в рядах первых экспедиций, и начинаем ее исследовать. И это сделано классно, стильно, с душой, с классной музыкой. Поворот завершен. 20 тысяч пунктов снижения. Капсула-1, у нас помехи. Переключитесь на выделенную антенну. Подтвердите прием сигнала. Порядок капсула-1. Приземляйтесь. Видно, что команда вот прям много чего не может. Что она хочет круто режиссировать, но не понимает, как это до конца делать. Что операторы иногда слишком дрожат руки. Они вот, в общем, тряску камеры, на мой взгляд, часто используют. Но все равно за всем этим вот очень хорошо видно желание сделать свой блокбастер, но на самом деле Бимури. Ну что, не забыли галоши? И сходу подкупает то, что все персонажи этой истории очень хорошо прописаны. Есть биографии даже для второстепенных персонажей. И это не смотря на то, что, ну, все они плюс-минус довольно типичные, все жанровые герои. Тем не менее, все равно они вносят какую-то там изюминку. Вот этот он не просто бывший вояк, а еще и поляк. И он все время по-польски матерится. И с одной стороны, вроде такой шляпный момент. Вот поляки вставили поляка в игру, пускай на второй роли так расписались. Но сделано это прикольно и вот разукрашивает картину. Планета другая, говнище все-таки. Очевидно. Твою ж мать. Естественно, очень быстро выясняется, что планета, на которую прибыли герои, несущий рай, что она полна опасностей, и главная из которых, естественно, зловещая аномалия. И, в общем, в этот момент она начинает уже не масс-эффект напоминать, а какой-нибудь Анфон. И тут сюжет делает лихой поворот. Половину героев испепеляет, а кто-то вот при контакте с аномалиями, с местными, обретает сверхспособности. Естественно, наш главный герой один из счастливчиков. Правда, понять это он не успевает, потому что между первыми вселенцами неожиданно вспыхивает спор с начальством и его охраной. Одни пытаются остановить коммунизацию планеты из опасностей, а вот противный начальник решает расстрелять всех несогласных и начать-таки заселение планеты Инах. Изолировать. Живо! А тела сожгите! Герой же наш вообще ничего не успевает сообразить, потому что попадает в заморозку, в криокамеру и просыпается спустя много-много лет. И вот это был такой достаточно неожиданный поворот, потому что у тебя идет такая хорошая экспозиция, хорошее вступление, где ты ходишь, со всеми разговариваешь, уже там кому-то стреляешь по местной фауне. Бодро развивается сюжет, ты уже просто настроен на такой линейный стори-теллинг, и тут бах, такой неожиданный скачок во времени, он меня лично расстроил, потому что когда герой просыпается, выясняется, канонизация планеты состоялась, но поскольку туда приехали отборные отморозки, все они быстро между собой начали ссобачиться из-за невозможных условий жизни, ресурсов на всех не хватало, еды, и в общем началась бесконечная война. Да, я тебя быстро просвещу. Первопроходцы обещали нам рай. И что мы получили? Сраные инопланетные бури! Ни укрытий, ни еды! Нас просто бросили умирать! А твои дружки из ЗАГ торчат в своем бункере! Брехня! Было не так! Электроника отказала! Мы могли бросить вас гнить в капсулах, но нет! Мы спасли тебя, сукин ты! Ау! Я кому-то сказал за плотную пасть! И мы попадаем просто из креокамеры прямо в эпицентр событий, в лагерь вражеской группировки. Вокруг бушует аномалия. Кровожадный военачальник вражеской группировки, которая вообще обезумела до того, что стал каннибалами, и вот этой всей прочей истории, решает нас выкинуть за границы крепости прямо перед наступающей аномалией. Ну, он одного не понимает, что мы дело с аномалией уже имели, и превратились в некого суперчеловека. Я чую бурю в твоей крови! Ты воняешь енохом! Вы мерзкие отбросы из каннибки! Ты кто нахер такой? Тут игра нам предлагает на выбор несколько классов. Техномант, Пиромант, Тристер и Разрушитель. И в принципе, по названиям плюс-минус можно уже понять, что они делают, если не понимаешь. Вот это и есть наглядные демонстрации. Но в целом, какая основная идея геймплея Outriders? Это, с одной стороны, Gears of War, позиционный шутер, где ты прилипаешь к укритиям и стреляешь по врагам. Враги тебя пытаются обыграть, зайти с разных сторон. У них разные классы. Тоже прячутся за укритиями. И вот выбор класса, в таком духе Destiny, он как раз эту формулу, классическую формулу Gears of War, нехило так меняет. Потому что у каждого героя появляется набор способностей, с помощью которого он может, в общем-то, этих врагов, самых-самых разных, из-за укрытий вытаскивать, или за этими укрытиями поджаривать. И это, на самом деле, очень меняет вот эту знакомую формулу. Ну, а дальше начинается очень такой привычный Destiny, но с одним но. Он очень детально и хорошо поставлен. То есть, с точки зрения стори-теллинга, количество роликов, эта игра лично меня удивила. То есть, по геймплею, это Gears of War, плюс Destiny, но по стори-теллингу это напоминает скорее, вот реально, или Mass Effect, или какой-нибудь РПГ. Естественно, со временем ты добираешься до такого хаба, центральной базы, где встречаешь своих друзей, которые сильно постарели. Они начинают тебе выдавать главные квесты, ты по ним идешь, встречаешь как-то персонажей, тебе дают тебе побочные квесты. Причем, как классических РПГ, у тебя там, да, первый квест, это разборка с местными легальными элементами, которые оккупировали подвальные этажи базы. Какие-то там сайдквесты с разборками бандитов. Таким хорошим олдскулом от игры веет немедленно. Слушай, тупица, этот пистолет смотрит тебе прямо. Вскоре мы попадаем на большую карту, где, с одной стороны, опять же, мы идем по главному сюжетному квесту, как в каком-нибудь Gears of War с какими-то заскриптованными событиями, сражениями, с пачками врагов, но при этом встречаем какого-нибудь персонажа, тот дает сайдквест, открывается какой-то параллельный путь, по нему идем, лутаем что-то важное, ну, примерно, как в Destiny. И карты со временем, да, все проходы, ты по ней открываешь, и ты на нее возвращаешься за какими-то сайдами, и, в общем, исследуешь, как тебе хочется, собираешь различные ресурсы. При этом разработчики говорят, что там совсем по луту они сходить с ума не будут, не будут прикручивать монетизации, то есть это Destiny-style игра с механикой Gears of War, в которой есть, с одной стороны, бесконечный шматизм, но при этом нет каких-то сильных монетизационных историй. И вот, на мой взгляд, это очень клевый симбиоз, потому что, что в Destiny, что в Division, мне лично всегда не хватало сюжета, то есть не хватало каких-то поставленных роликов, сцен, диалогов. People Can't Fly, на мой взгляд, нащупали такую очень классную, нужную середину. С одной стороны, это играется как Destiny Gears of War, но при этом ощущается как хорошая стори-теллинг-игра, как хорошая RPG в том числе. Хотя RPG, понятно, здесь для галочки, как и все выборы диалогов. Что случилось с остальными? Никто из первопроходцев не выжил? Да тебе с первого ряда все это дерьмо было видно. Почти все погибли в первый же день. Осталось всего пару десятков, и они свое дело сделали. Жизнью заплатили за информацию о том, что мы застряли во всратой долине. И самое главное, что появляется при этом, это погружение. Какой бы вот этот безумный мир на стыке хай-тека и Первой мировой они не изобразили, ты почему-то со временем начинаешь в него верить. Хотя он очень безумный. И там за временем появляются вот эти сверхлюди, которые просто какие-то привет-прототайпы или там PSYOPs, и сюжет начинает все больше там сходить с ума, но ты при этом во все это дело веришь. Демка создает интригу, тебе хочется узнать, что же будет дальше. Иди в неизвестное. Этим людям нужны боги. Только ты сможешь отвезти их в будущее. Ты станешь пастырем. Выведешь их с этой больни. Геймплей производит вот такое же ощущение. То есть, с одной стороны, нельзя назвать его крутым, потому что, да, это Gears of War Destiny, но базовые вещи, вроде как-то перемещение героя, как он прячется за укрытие, все это сделано не на уровне стандартов там Gears of War того же. То есть, это чувствуется, как польский шутер. У тебя герой слишком быстро двигается, неестественные у него анимации по современным меркам, прилипает к укрытиям он очень часто плохо. Это, конечно, демка, но игра уже совсем скоро выходит. Очень много моментов сделано ну вот прям outdated. Но самое смешное, что когда ты начинаешь в это во все играть, когда начинает играть именно механика, то есть то, какие враги на тебя выбегают, в каких количествах, как они комбинируются, какие фишки есть у боссов, как тебе нужно применять способности, ты начинаешь во все это играть и просто залипаешь, потому что это достаточно такой бодрый стрессовый шутер, который, да, похож внешне на Gears of War, но примерно как и у Vanquish здесь нельзя сидеть за укрытием, то есть у тебя укрытие только для того, чтобы передышать, немножко восполнить здоровье, перезарядиться и снова выступать и разматывать всех врагов. И мне сначала даже казалось, что врагов слишком много, что они перебарщивают с этим, но потом я понял, как их правильно мочить, применяя все способности, и выявил, что это вот просто такая игра типа Vanquish на самом деле, а не в Gears of War, в которой очень много, да, укрытий и всего остального, но в реальности тебе нужно весь арсенал героя использовать, не сидеть постоянно за укрытиями, двигаться, сшибать бошки, в общем, перфомить, и тогда ты будешь от нее прямо кайфовать. ну то есть, получается такая вот история, что с одной стороны, технически, по стандартам, игра не дотягивает, на мой взгляд, до современных шутеров вообще, то есть, анимации и прочее, прочее. но как геймплей, как механика, она работает и работает очень здорово. И вряд ли что-то изменится к релизу, который у нас уже в апреле, поэтому Outriders, ну вот, остается только либо принять такое, какая она есть, либо просто пропустить и забыть. Лично я, у меня есть вот интрига по сюжету, я хочу в это играть, и самое удивительное, что я не хочу играть в нее с друзьями, то есть, есть кооп на троих, можно в любой момент подключать друзей, но я себя поймал на мысли, что мне кайфово играть в нее в одиночку абсолютно, и не хочется никого звать, хотя, наверное, дальше будут какие-то челленджи, испытания, супербоссы, которых, конечно, нужно валить многером и получать удовольствие, так что, когда выйдет, проверим. Ну и больше всего удивляет во всей этой истории то, что как-то совершенно неожиданно Польша у нас становится таким эпицентром сторителлинговых игр, то есть, кто бы 10 лет назад мог подумать, что такое произойдет, то есть, у них вот, мы сейчас видим, ведьма, киберпанк, Дайн Лайта, а сейчас еще и Аутрайдерс, и пускай это не супер блокбастер и шедевр, но это игра, которая очень старается и именно этим подкупает. Ну а вы что думаете? Пишите в комментах, ставьте лайки, если понравился рассказ, скоро, надеюсь, увидимся. У меня как силы появляются, и жена нея, я сразу бегу к камере записываться. Счастливо! Найки, комменты туда! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!